Вот, бабу на работу повезли. Она на кухне работала, Надежда Васильевна. Аккуратненько только, по кочкам сильно не трясите. Сейчас батюшка позвонил, там барашка щекает, надо ножки забрать. Требуху поеду забрать. Там направил. Кирилл пошел с тяпками, я одного взял. Там все заросло ужасно. Эти ушли в лес. Сейчас ты их догоняешь, берешь ножовку, а взяли пилу отсюда. Я сказал там брать, они взяли отсюда, а это непроверенное. Им разницы никакой нет, особенно Виталий. Он абсолютно никакой. По сравнению с ним, Никита сегодня выглядит просто прилично. Вчера где вытаскивать, вот там, в воде упала ветка, а я ее отпилил. И помогай, он вот так вот. Подошел, а Никита хватает, потащил его с собой, он тащится. Он никакой не работник. Но рядом тут можно, какая птичка, посмотри какая, синяя грудка у него, вон она. Мы называли синяя грудка ее. Да-да, сейчас Игнатьич подъедет. А? Я сейчас еду. Ага. Да-да, он захватит ведро сейчас. Надежда Васильевна попросила ребятишек помочь на огороде. Она здесь возится, от огорода рос. Она стоит на кухне, не могу, любит стонать, ужасно. Вот по радио интересно показывает. Передача для тех, кто любит лечиться, и для тех, кто действительно в этом нуждается. То есть любит лечиться, она из тех, которые очень любят лечиться. Просчитает где-то что-то, и апистархозы там, все найдет. И все в себе находит, как бурденка. Наконец, в больницу убрали это все. Убрали, потому что люди впечатлительные сидят. Надо это? Не надо. Раз палатки потом раскинешь где-то. Не надо. Мне вчера было до столько неудобно, даже идти не мог. Вот так вот по избе кидал, первый раз такое было. Перегрелся, и... Кого работают-то? Даже Никита я делаю сколько, так он... Ну, то есть не стараются как. А я не могу почувствовать свой возраст. Уже явно сердце задыхается. Гляжу, у меня как пол пальца жил, и все вздулись, и везде. И не опадает нигде. Я вижу, совсем неладно. В глазах начинается вот так вот. Никогда не было. Жара. Надо пробивать все. Я там пилил, и пилил, и пилил врачную. И потом вокруг озера этого обошел. Заметил где места, где что делать. Ну, думаю, что нынче не может не удастся, если не высохнет дно. А откуда больше землю брать, неизвестно. Видишь как? То есть везде нужно все приложить. Мне интересно сегодня пришло такое один. То есть я говорю, Дворкин-то шарлатан, обманщик. И говорят, ну, кто бы как не проповедовал Христа. Да он не проповедует Христа, Дворкин-то. Он его не знает совсем. Кого вы избрали себе? В руководителе-то. И меня обозвал коновалом. Коновал, моряк и печник. Ну, моряк и печник это по специальности. А коновал, это они не знают, что коновал. Коновал это не конократ. Коновал это, который лошадь никуда не годная. Ну, просто надо посмотреть. Как кажется, холстомеру Толстого он там описывает это. Приходит, он ему чихнул горло, и коновал заваливает коня. Это вы верно выразили рядом. Вот она какая, глика. Сейчас если повернется, грудку у нее сфотографировать. Вот она синенькая какая. Я с детства ее знаю, даже мою сестру родную увидел, что она синегрудка. Вот она какая. Это я отвлекаюсь. Коновал. Хорошо, никто меня никогда не называл коновалом. Но это я из любого выйду. Назви меня псом, там волком. Я найду тебе объяснение библейское. Коновал это означает, что лошадь, которая ничего не делает. Андрей Кураев об этом говорит. Архиереи это импотенты. Они только где-то повторяют и другого. Только задержаться на этом месте и выжать деньги-то. Вот для этих коней я, видимо, если я показываю по Библии, заваливаю их. Их видно. Коновал значит коновал. Ни одному еще, говорится, придется дрыгать ногами. Легнуть вы меня не легнете. У меня должности нет. Я для вас совершенно неуязвим. Я коновал. Я даже и не знал это. Это обязательно человек должен быть связан с миссионерским отделом. И я его где-то задел через Дворкино. Я так догадываюсь. Ну, примерно так. Иначе зачем бы ему было меня коновалом называть. Ну, я подумал, сегодня помолился и понял. В этом есть суть. То есть, когда я их показываю, они корыстолюбцы. Они безбожники. Не верят Евангелию. Совершенно не верят некоторые. Ну, для них я коновал. Я показал. И народ от них отвращается. Ну, изберите достойного епископа из среды себя. Ни ЦК КПСС зашел ставить. Ни КГБ. Из среды себя изберите достойных, изведанных в Духе Святом. Шестая глава Деяния Апостолов. А тут изведанных в КГБ их продвигает туда. Он не подчинился. Денисенко патриархам. Анафию предали. Патриархам провозглашает. Безбожники. Его же власть это возвышала. Эти же архиереи возвышали. И он против всех поднялся за то, что не избрали его патриархом. А избрали патриархом-то его. Если бы Майдан был бы в России. Он майданщик-то главный. С сектантами где. Ну, куда ни глянь, везде вот это вот. Коновал. Вот если показать у начальника, что он взяточник, коррупционер. Там какой-то оборотень. Но он его завалил, этого человека. И на него завтра же все и подрубили. Вот коновал. Вот педофил. Там стали говорить, там грозовской Глеб-то. Ну, и как будто его никогда не бывало. Он, может быть, и не такой даже. Я не про это говорю. А к тому, что коновал, ненужная, сошедшая с арены, подрезывает окончательно. Он ничего не делает. Он работать не может. Такого адра, говорят, за хвост да в яму. А адром называют лошадь негодную совсем. Меня сегодня вот так обозвали. Я подумал, соответствую действительности. Потому что, я пишу разоблачительно, это коновалы были все пророки. Все они обличали и царей заваливали. Заваливали как ненужных. Лжепророков заваливали. Особенный коновал был это любимый мой пророк Иеремий, если образно так говорит. И Михей, сын Емлая. Я поехал, батюшка зовет. Все, молоденько, запираемся. И до свидания. Все, понял, с Богом. Слава Христу.